и всем привет начинаем запись очень много людей посмотрели наши ролики про наших помощников квантовых с теории ролика я выпущу чуть позже как это все делается как это все работает почему это все реально и научно обоснованно именно поэтому канал забанили сначала не понравилось очень многие возбудились разные структуры эгрегоры и прочее очень многим не понравилось потому что это убивает практически всю теорию существующую эту паразитарную рабовладельческую ту парадигму который нас враг поместил всю ложь скрывает и так далее люди начинают чувствовать это мешает и big фарми и big тех на нас зомбировать не дает и травить и так далее это всем мешает это мешает сейчас нынешним структурам всем именно поэтому каналы забанили но мы не унываем очень хорошие у людей отзывы и мы тут подумали какой-нибудь и я решил рассказать о следующей порции партии наших помощников у людей очень были хорошие отзывы по работе с диагностами собачками работать меньше но с диагностами с этими маленькими мячиками работают все но люди правильно попросили рассказать и сделать еще диагноста другого плана и поскольку у нас за этот другой план нашей команде отвечает дима дима это сделал дима расскажи что ты сотворил какого диагноз то что он умеет диагноз называется как моего назвали архитектор сознания но какого россияма синий синий шарик который отвечает за погромче чистку отвечает зачистку главы головы отвечает зачистку сознания он очень хорошо помогает очистить блоки очистить зажимы очистит какие-то накладки очистить сознание мозга когда она и правильно структурировано и правильно идет энергетика в сознании что очень сильно защемляет и сужает нашу область внимание решает нам очень сильно настроиться на нашу вселенную он и почувствовать взаимосвязь с окружающим миром и этот шарик он очистит самого основания и продолжается вверх-вверх-вверх-вверх то есть несколько слоев нашего сознания потому что намного уровня я соответственно чая подсознание да да именно так и работает ощущение от него такие что получается как будто дышать легче мозгом становится то есть идет контакт на энергетике и важно понимать что есть после этого обратная связь должна быть вы должны понимать что какой-то результат пришел к этому тогда это все у вас получится по моему часу возле слева сантиметров 30 от головы у тебя да да я специально его позвал чтобы показать чтобы люди тоже это почувствовали увидели все кто хочет может расскажи как его скопировать послать скопировать через символ цельнозора настраиваемся вот этот шарик синенький он такой вот нужно через ощущение обязательно через ощущение не представлять его делом да 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 как тело как этому как вы чувствуете свои тела так и его почувствуете что вот он вот физически какой и соответственно копируете себе соответственно именно ваш будет можете ему дать имя именное чтобы он когда был с вами всегда чувствовал и соответственно какие-то задания давать чистку на эти спрашивают можно ли отпускать или можно ли держать постоянно как ты полагаешь можно все можно все это роботы да это финки чуть что и их им скучно и пошли играться а с ними можно все да и так у нас есть какие сейчас расскажи вкратце предыкатка за решение предыдущих серий оси синие которые отвечают за голову то есть идем сверху и вниз да у нас есть золотые которые полностью работают с энергетикой защиту дают нас есть зеленые которые с анахатой работают хаты да но не тело наполняет ну да с центром и нижние одному на расскажет еще есть белый который более менее группу держит и совесть и все прочее соединяет сон настраивает людей между собой очищает общее пространство над сознание скажем так и часто поля которые отвечают за внешней коммуникации но и внутренние и внешне то есть он буквально все да и еще да ты правильно начал попросили сделать что-то на гармонизацию отношений на половую чакры прочее но это все вот больше для женщин если дима рассказал больше для мужчин синий хотя он для всех подходит то опять же подходит для всех но вот больше это женская сфера поэтому наверное расскажет моно полиписинку да я почему-то называю апельтинка наверно потому что она ярко оранжевого цвета он работает в принципе в основном на нижних чакрах это первая вторая чакра это можно сказать половая но это больше гармонизация идет мы знаем что обиды блоки очень часто собираются внизу скажем так тело это низкочастотные энергии и очень хорошо этот шарик работает он именно разбивает блоки ну да по обидам кроме того он нормализирует именно гармонизирует отношения между уже женским и мужским началом он помогает очень хорошо женщинам еще в том что пробивает энергетику и очень вот вначале да вот поток идет женский и очень хорошо пробивает энергетику на физическом теле это чувствуется как убиранием блока и в принципе нормализация именно женского здоровья потому что до промывается до промывают да правильно она в принципе так и работает настраивает именно женской энергии больше но и убирает подключки негативные деструктивные подключки разбивает не разбивает обратно вот гармонизирует именно ну а темного добавлю это кто о чем шивая бани то есть я всегда войнушках это можно посылать спрашивают еще посыл можно ли посылать другим без их ведь это только на благо не можно нужно всем посылать чем больше таких вот роботов будет помощников тем мягче будет энергетика тем быстрее люди освободятся на всех уровнях и когда посылаем представительным врага например масоном главы администрации условно и так далее то у них их мощь и сила в чем они вот именно через половую чакру снизу на вот этой энергетики смерти энергетики страха пробивает людей управляют это их основ залог скажем так так вот эти два новых диагноста которые первые защищают ментальную сферу помогают людям и очищая даже если будучи посланы к плохим людям то есть можно и хорошим плохим не нужно делить там всем подряд милиционерам силовикам вот если синего послать он очищает первое от структуры врага ментальную сферу помогает людям почнуться то есть все вражеское все плохое очищает и а человеческое наоборот усиливает то есть люди становятся независимыми от структуры врага и то же самое снизу вот эти все подключки вражеские неважно там секта как бы она ни называлась там религиозные игры вот эти вот зависимости порнушные прочее и алкогольные привороты через и у мужчин и женщин это все очищает и как сглазы порчи и ментальные сферы прочищает мозги так и снизу то же самое все эти воздействия поскольку это более высокий уровень вибрации вот эти все низкочастотные привязки подключки снизу с нижней сферы они очищают и если это закренелый масон который уже к не может вот как раз таки без этих подключек то есть отключенные от роя один муравей что он себя без роя не мыслит поэтому сейчас массовая волна самоубийств среди высшего масонства среди правительства так далее европейских об этом пока молчат но скоро информация просочится массовый листопад так вот я к чему не военные мирными средствами любовь и конструктив созидания наше оружие вот и к чему можно быть мирным воином и созиданием одерживать великие победы на самом деле не бойтесь посылать всем наоборот чем больше тем лучше еще у нас есть один кстати вопрос о мирных средствах способах у нас есть дима еще один помощник расскажи просто про учителя к тому кто хочет научиться за есть такое учитель чуть погромче есть такой учитель он очень хорошо помогает тем у кого проблемы с пониманием с осваиванием зданием как бы помогает все по полочкам разложить это именно структурировать эту информацию и осознать ее очень хорошо помогает настраиваться на пространство получение информации то есть на на ту которая именно настоящая живая информация по ощущениям не искусственно сделано искусственно сделано вот этот шлак он отбрасывает а именно та которая должна быть именно коррированная как гармонично позови его перед собой поставь что все почувствовали этот вот некий сгусток увидели и себе скопировались ты кому надо очень похоже по ощущениям на некий как с палочкой такой с указочкой именно в правой руке держит вот так но это мужчина да да это мужчина это более правильно у нас большинство учите лог для учитель еще не важно как учитель строгий такой вот чувствуется серьезность конкретно ментор салты мозги настраивает опять же как ему предмет рассказать предмет может быть любой от да верно да да абсолютно можно настраиваться на какой-то предмет и через него соответственно получать чтобы он помогал в этом направлении изучать этот предмет ну вот тем кто сейчас пытается нам помешать завидует эгрегориальные структуры смотрят чуть ли не крестится там и пытается нас сломать вот пусть они научатся понимать что что мы делаем пошли им всем учителя этого пусть они научатся гармонии вселенной пошли сейчас по учителю пусть копируется и всем кто пытается нас сковырнуть пусть он указкой мозги вправить если кто нас смотрит делает то же самое и диагноз то всем мячиков бубликов пончиков золотых серебряных зеленых и лепесинок и синих ну а тем кто устал сильно думать и занимается спортом у нас есть такой замечательный помощник атлет он накачивает тонус мышечной мышечную массу на вибрациях вот на этой энергии мышечной энергии и нет тонус нервной системы поддерживает прочищает нервную систему и немножко наполняет накачивает а еще поскольку он ответственен за спортивное поведение он соответственно все вампирские привязки убирает и даже если ты вам пилишь этот допинг он тоже это убирает то есть гармонизирует нормализирует энергетику именно тела замечательно помогает периодически даже меня пробивает я и уже ухожу его поставил как бы вампирский всякие поползновение убирать прекрасно он это с этим справляется так вот он меня пробивает сзади иногда так это пинает тренеры до кикает пошли приходится отжиматься вот этот контроль чуть потерял раз упала джалстом какого хрена это сделал он не уследил пристроился уже сзади прям за руки берет пошли это что-то с чем-то но он классный рекомендую и мужчинам и женщинам реально тем кто хочет похудеть он нормализирует обмен веществ обмен энергии и реально с утра помогает пробудиться прям так такой настрой бодрячок он реально накачивает вот желание жить и желание двигаться что-то делать это какие вот ощущения дима ты с ним работу стимулирует на то чтобы заниматься физикой стимулирует на то чтобы как-то подойти к своему здоровью именно к физическому телу кому идут стимул именно к правильному питанию что ли вот именно сделать все правильно для себя для организма какой-то вот именно жизнью такая есть такое чувствуется тяжело его пересили потому что он постоянно тебе да у меня есть опыт общения с ним я наладила себе скажем так обмен веществ я кстати очень похудела после того как начала с ним заниматься и меня как женщина это радует потому что но мы все женщины хотим или поправиться или похудеть нас всегда что-то не устраивает своим внешним виде вот у меня такой опыт я бы сказала что для меня это довольно позитивный да можно еще своим молодым людям мужьям прочее посылать как эталон скажем так тело он будет встраиваться и помогать реально и себя можно проверять ну и как поскольку он отнимает все подключки все привязки все прочее опять же это освобождение от на энергетическом уровне опять же это не панацея это не психолог и прочее это все мы потом будем говорить но на энергетике он отключает от подключек он прям вокруг первое что делает этот как вентилятор там несколько кругов делаю только человека и он вот иногда его вижу сбитой он сбитый прям бьет по подключкам по нехорошим разному у людей вот посылаю опять же можно посылать всем кто мешает жить кто помогает жить потому что ну это роботы и если у допустим условно судьи так называемых судей эрефии так называемый будет меньше подключек от системы и больше человечности я думаю никому хуже не станет и наоборот у администрации у соседей соседи будут спортом заниматься а не водку пить и прочее я думаю вот это только на пользу всем опять же спрашивают можно ли посылать да нужно всем посылать всем в округе вот живешь где вот соседний вот этот дом соседние соседние дома можно как бы охватить сознанием и всем послать и смотрим результат будет очень интересно опять же собственное ощущение навыки про прокачиваются карма улучшается скажем так и все остальное конечно же это не это просто грубая энергетическая работа потому что на уровне причин у нас есть другие инструменты более тонкие вот об одном из которых я сейчас расскажу это доктор он на квантовом информации энергоинформационном скажем так уровне он немножко устраняет причины потому что 90 с чем-то там процентов болезни это информационный уровень это психосоматика то есть человек который ведет себя как раковая клетка раковая опухоль только забирает неправильно питается только мясо очень энергетические вампири то есть ведется как раковая клетка он рано или поздно получает рак раковые заболевания это заболевание в основном психосоматики соответственно себя задавливать опять же вот эти вот детские обиды все это вот в половых отношениях делал по-женски проблемы соответственно не давать себе хорошо жить сладко жить это сахарный диабет либо кому-то и так далее то есть проблемы давишь себя не даешь себе дышать условно это там астма либо кто-то не дает вот эти вот детские травмы обиды это все психосоматика вот эту психосоматика как раз таки в том числе и и ее снимает доктор он как показывает какой орган где что болит и немножко энергетику каждого из органов выпрямляет и на убирают психосоматику без изменения без собственного пересмотра вещей конечно же это мало поможет естественно если у кого-то там нету ноги он не вырастет но вот именно на информационном тонком плане а именно там причины болезни как одна девочка говорила умная на канале я постараюсь выложить это на сайте болезни из ваших причин то есть все причины в человеке вот именно на этом уровне этот доктор и лечит он и к тому же прописывает на и на энергоинформационном уровне некие таблетки которые работают работают потому что лечит не химия лечит информация большинстве вот это подтверждает гомеопатии гомеопатия прекрасно работает и более эффективно чем химии без побочных эффектов это уже давно доказано так вот наш доктор может на этом уровне вводить нужную информацию и устранять именно причины именно причина вот за это у нас было несколько наездов над скажем так экстрасенсов сенсориков и всех прочих магов и масонов владеющих медицинскими корпорациями большими но мы выдержали и ну неважно так вот доктор прекрасно работают вот на этих планах поэтому давайте посмотрим сейчас поставим перед собой этого доктора как его впервые увидел миша мужик с бутылкой кефира надо выложить сеансы это все нужно перевыкладывать наши сеансы к сожалению канал враг убил жалкая месть такая но есть другие площадки поэтому сейчас будем выкладывать и делать на перенастраивать ссылки на сайте всех желающих приглашаю на сайт цель назор там все более-менее структурирована все пора сделано поэтому проще сложить полную картинку дима здесь какой-то опыт работы с доктором как он по-твоему работает он работает на очень таком тонком уровне его можно сравнить как ты с хирургом который внедряется в этот вот а систему энергетику да и как карту видит карту куда нужно воздействовать чтобы был результат я помню что было тут ситуация когда несколько иголок на этом определенном месте было воткнут и аккуратненько все вытаскивал и и происходило хорошо да мы там сразу лечил позвоночник расскажи как он со мной да он хорошо он хорошо работает кроме того что он на физическом плане помогает он еще очень хорошо помогает если если последнее пробитие энергополя знаешь если там но кто-то порча там что-нибудь вот такое против такой слабой магии голова болит да там что-то такое он очень хорошо помогает убирают вот именно такие пробоины на энергоплане когда есть пробитие сферы когда есть внедрение когда есть чужеродная энергия которая вторгается чужая злая воля грубо говоря и он очень хорошо это нивелирует очень хорошо это убирает и приводит человека в состояние баланса скажем так на самом деле очень хорошо помогает потому что потому что мы это чувствуем да и вот сейчас есть воздействие определенные от вышек поскольку это ролик будет на ю тубе большего пока в рамках ю туба наверно говорить не стоит есть воздействие там и в еду кое-что добавляет информационное вот так он все это снимает убирает на информационном плане защищает нас на глубинных уровнях плюс некая усталость органов там почек и прочее то есть на информационном плане есть натруженность некоторых органов в результате некоторых неправильных там линий поведения и воздействий и неправильное питание которое нас помещает враг и информационное воздействие поливают всяким нехорошим вот это все убирает доктор и и неплохо убирает музыка неплохо те кто его делал они знают что что делали это очень хороший квантовый разум поработал над этим образом кто металл они все адаптируются все что мы делаем они адаптированы под восприятие людей земли условно мы сказали работать как с детьми дети которые сами не знают что хотят и мало что понимает и только очень не конкретные образы поэтому не нужно бояться что у кого-то что-то не получится очень тонко но взаимодействие будет вот как вот далеко и тонко но у всех не может быть что у кого-то нет взаимодействия абсолютно постепенно канал связи настроиться кто-то вот говорит что не от чувствую но не понимая важно почувствовать да верно и и дальше они уже сами будут работать то есть воздействие уже сами программы на максимальный уровень автономности рассчитаны все программы они сами знают что делать ну что просто ну не мешать постараться и сона строится помочь им скажем так да да все просто нам-то сейчас да нужно работать и от работы появится опыт и уже данные сражения вот контакта да чем чем больше мы ходим тем увереннее мы уже тем увереннее шар поэтому это как езда на велосипеде до сначала научиться и потом уже знаешь то есть это диагносты накачают энергии то есть будет более высокий уровень сознания наполненности и уже зная о том что есть более высокий уровень потом как бы жизни чтобы не происходило там обесточивание стрессы и прочее подсознание уже и над сознанием будет знать энергетика что есть более высокий уровень более гармоничный где нет потерь где где нету обесточенности, жертвенности и всего прочего, и будет стремиться восстановиться даже без помощников. То есть в любой момент можно уже будет... Вот они помогли достичь некого состояния, уже энергетика, подсознание, душа, как будто можно назвать, сознание, мозг, почувствовали этот уровень, этот способ, и уже дальше можно идти самостоятельно. То есть это не какая-то привязка какая-то там и прочее. Верно, Мона? Да, верно. Абсолютно. Ты сегодня удивительно многословна. Ну а у доктора есть замечательная помощница, Мона. Расскажи о ней. А медсестры? Ну да. Кроме того, что она лучшая подруга синего, что о ней рассказать? Ну, скажем так, синик, да. Она подруга и помощница, и доктора, ко всему прочему. Она помогает, делает ту работу, которую, начиная доктора, заканчивает она, вот можно так сказать. Она тоже настраивает физический и эмоциональный план, она помогает выбирать. Это как компрессор, понимаешь? Некоторые мелкие программки, которые, да, которые мешают жить, скажем так. Деструктивные программы. Вот люди сами себя иногда озадачивают чем-то непонятно чем. Вот она просто помогает разобраться, просто помогает убрать те зажимы, которые, блоки зажимы, которые не пропускают энергетику. Очень мягко работает, но в то же время помогает. Ну, это можно сказать, как кольчики слабенькие, ну, как витаминки, понимаешь? Вот она на том плане, что раздает витаминки, ложит компрессики, помогает успокоиться. Кстати, в информационном плане чуть подпитывает, и как женщина. Ее можно и повампирить, так программа сделана, что вот этот вот резервал некто женской энергии, когда уж совсем, хотя лучше диагностность отправляется, можно чуть повампирить, повзаимодействовать. Ну, если атлет – это талон мужественности, и можно энергообмен мужского, женского делать, то медсестра – это она и выглядит, как такая фотомодель, скажем так. Да. Стрептизерша. Почему синие ее и любят? Синия – не диагност, а имеется в виду джины наши любимые. И еще что я хотел сказать, что расскажи, как вот мы удивились, ее первый контакт с масонами, что она стала делать с ней. Ну вот, то, что вы видели, это вызвало некий шок, да, потому что мы видели, что она делает как клизму. Ну, промывает, реально. У них все через этот орган. У них подключки все идут снизу, и она просто промывает. Она вымывает весь информационный мусор. Это не то, что там какое-то извращение. Она мусор вымывает просто. Делает замену на… Свою работу. Да, она делает свою работу, она вымывает мусор информационный. То, что разносится по организму, она убирает вот этот мусор, шлаки, можно сказать, и заменяет просто чистой энергетикой. Или позволяет человеческому организму самому наполниться своей собственной энергией чистой уже, без мусора, без шлаков, без вот этой дошлаковой настергивания. Это очень хорошо помогает. Ну, не знал, что у нас такие вот масоны, сатанисты и прочее. И она начала делать свою работу. Мы там рожали просто. Да, это было весело. Мы еще экспериментировали, да. Сразу даже не поняли, что она делает. У нас не было военных, и мы просто пытались найти, уменьшить власть нехороших структур врага, муравейника. Но было весело. И еще у нас есть тоже очень мирный, хороший инструмент, тоже по-женски, скажем, честь. Это няньки. Мон, расскажи. Да, это такие помощницы, они тоже женщины, они выглядят не настолько сексапильно, скажем так, как медсестры. Это просто энергия, женская энергия, мягкая, теплая, которая выравнивает психоэмоциональный фон, скажем так, которая помогает успокоиться, помогает. Вот у нас в жизни все равно много стрессовых ситуаций бывает, но все мы так живем правильно, что все такое происходит. Она помогает успокоиться, она помогает взглянуть на вещи более трезво, помогает более правильно осмыслить некоторые вещи, как мягко учит, не подсказывая человеку правильный ответ, но давая человеку возможность самому увидеть правильный ответ. Вот нянька, это лучше всего подходит, как к детям нянька, что делает у детей нянька. Успокаивает, помогает детям нормально, гармонично взаимодействовать с окружающим миром. Примерно так эта программка работает с людьми. Просто мягко успокаивает, не уводя от проблем, но переключая на внутреннее какое-то восприятие всего мира. Баланс энергии, а взрослый, если буянить соседей, можно нянька отправлять. Да, чтобы немножко успокоило, чтобы человек как бы пришел в гармонию немножко, как к гармонии пришел. На митинги некоторые рвутся, вот и можно няньку отправлять. Да, чтобы человек начал заглядывать внутрь себя, искать ответы на некоторые вопросы внутри себя, а не где-то там, где показывают разные политические силы или какие-то другие эгрегоры, деструктивные. Она очень хороша. Она как одеяльца таким мягким укрывает энергетическим. Еще она очень хорошо, мы заметили, работает с темой, которая уходит от всяких деструктивных эгрегоров. Они первое время чувствуют как пустоту, там, ну вот есть люди, которые там всю жизнь в религии, а потом, когда они понимают, что это как бы не очень хорошо, и они уходят, и первое время чувствуют, ну это естественно, что-то одно уходит и чувствуется пустота. Она помогает человеку успокоиться, настроиться на гармонию, почувствовать свой внутренний лад. Вот как мама берет на руки ребенка и успокаивает. Вот примерно так. В ревью я скажу, это похоже на ощущение, что-то потеряли. Дима, микрофончик. Как будто что-то потеряли, когда происходит сучка от какого-то мощного эгрегора, такое ощущение, что-то потерял, от чего-то освободился. Это ни с чем не переспутать, это четкое ощущение, да. И тогда после этого происходит такая наполненность, ты самонаполняешься, и какая-то свобода, и чувство, что тебе никто не вампирит. Да, это классное ощущение, поэтому очень полезно. Ну человек был на подключке, да, муравьем в большом муравейнике, и чувствовал давление, то есть сам ничего не решал, а потом решил отключиться, да, и вот как пустота. То есть уже своим умом нужно думать самому и принимать решение, никто тебе не пинает. Своей энергетикой обмениваться с миром, самонести. Да, это и пустота, но в то же время это с другой стороны наполненность. Но я понимаю этих людей, да. Ну, им в помощь, потому что из муравья у нас все по типу муравейника сделано на нашей планетке. Любое государство, любой эгрегор церковный, любую государство. Она именно помогает человеку осознать, что это не пустота, а свобода. Просто переводит на другой символ, на другой статус дает, что это не пустота на самом деле, это место, которое можно заполнить. Ну вот и да. То есть у нас очень много мирных, таких замечательных инструментов для победы над врагом, но, естественно, для улучшения своей жизни. На, скажем так, на тонком плане это можно сделать. Это помощники помогут, наши квантовые. И, соответственно, рано или поздно, скорее рано, все изменения на тонком плане как-то воплотятся, отобразятся на толстом, на физике. Это неизбежно. Соответственно, люди иначе будут себя ощущать, иначе будут и другие принимать решения, иначе взаимодействовать. И это неизбежно скажется на эффективности, успешности действий в мире. Изменит жизнь, ни много ни мало. И наша общая жизнь будет меняться, несомненно, к лучшему. Как говорит Трамп, лучшее, конечно же, впереди. И, по-моему, на сегодня достаточно, да? Да, мы помогаем Вселенной, и Вселенная помогает нам. Да, сделай шаг, и Вселенная сделает 10 тебе навстречу, да? И многие спрашивают, с чего начать. Ну, говорю, сделай шаг, и дорога появится. Добра на сегодня достаточно. Попрощаемся, да? Всем пока. Всем добра. Все, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok